Дорогие друзья, я очень рада сегодня всех вас видеть в каминном зале благотворительного фонда АВА. Сегодня последняя встреча в этом году. Не крайняя, не заключительная, ну да, она заключительная, потому что она последняя. Поэтому мы сегодня должны подвести определенные итоги и, конечно, отметить все вехи нашего славного пути за тот год, который сейчас подходит к концу. И, безусловно, когда у нас будет чайная церемония вместе, конечно, с кофейной, мы будем обсуждать планы на будущее. И эти планы, конечно, полны надежд, полны интересных предложений для вас. И я надеюсь, что, в общем-то, как бы сейчас будет очень уместным мне похвастаться. Первая половина этого дня была потрачена не зря. Ну, до этого я вам скажу, что была потрачена вся ночь. Сергей Терехов от меня вышел в 5 часов утра. Его жена, бедная, все время контролировала, курировала этот процесс буквально часов до 3, наверное, ночи. Она еще надеялась получить мужа домой. Но, в общем-то, как бы муж был в поте лица и делал удивительную вещь. Он сделал каталог. Макет, который сделан буквально за одну ночь. Это мог только Терехов. Обычно такой макет очень длительное время. Приходишь в течение недели в типографию по чуть-чуть, по 5 часов, по 3 часа. Сидишь с дизайнерами, работаешь. И, в общем-то, как бы очень высокооплачиваемая работа и очень серьезная. Терехов ее сделал за одну ночь. Сделал великолепно. Вы сможете все увидеть этот каталог. Я передам вам его на осмотрение. Потому что второй подвиг совершил директор Принт-Бестро. Он дал мне людей. И сегодня Принт-Бестро работала на наших художников. Буквально, абсолютно, действительно, вот чудеса. Потому что Терехов не поверил, что сегодня кто-то работает. Ну, вот так вот Боженька складывает для нас то, что для других несоставимо и даже невообразимо. Каталог потрясающий. Он необыкновенный. И чем? Не только тем, что этот макет создан на высочайшем уровне всего за одну ночь. Не только тем, что здесь великолепнейшие работы наших чудесных художников. Которые действительно стоят внимания и на международной арене. И не только тем, что здесь художники из нескольких стран. Здесь вы будете видеть художников и из Швейцарии, и из Англии, и из Германии, и из Крыма, и из России. То есть здесь даже Сападора. Кстати, в этой экспозиции, которую мы тоже для вас приготовили, мы ее приготовили на... Старались успеть. У нас здесь была ирландская вечеринка. Ну, как бы исландская. Потому что исландский праздник Йоль здесь, как бы, открыл чудесное празднование новогодних фейерверков. И сейчас я хочу только сказать, что среди этих работ, которые на стенах в этой галерее, в этой экспозиции, есть работы и нашего Андрея Наранья из Эквадора, и из Крыма. Несколько работ, и, в общем-то, как бы, и даже из России. Есть работы здесь несколько стран на фоне того, что представлены наши замечательные одесские художники, которые, конечно, и сказочная Наталья Дерманская с ее удивительными батиками, удивительными картинами, с удивительной собой, которая стала символом нашей галереи, с прекрасной, талантливейшей Златой Шишман, удивительной девочкой, которая продолжает традиции своего великого отца. И, в общем-то, как бы, мне кажется, даже превзойдет его в живописи. Дай Бог, но очень хороши работы дипломантов нашего университета Шинского. Это дипломанты, которые не только из Украины, но и из разных стран. Конечно, чудесные работы новичков у нас Мария Леон. Мария Леон – чудесная девушка, которая представила свою работу. И эта работа рядом с мэтром Кубаченко. Кто мне подскажет? Я правильно произношу фамилию? Кубаченко. Она совершенно не проигрывает, а, наоборот, как-то оттенена и очень выгодна работой такого маэстро, которого знает и Одесса, и Украина. Хочу сказать, что сзади меня представлена необыкновенная работа. Первый раз я видела с этого ракурса именно в таком варианте два шара. Наши два шара пишут все. От студентов до любителей, от профессионалов до даже не художников. Но, тем не менее, вот вы видите, сзади меня два шара, которые написал Геннадий Горбунов. Они настолько необычны. И ракурс взят, вот наша галерея не зря ракурс. Потому что здесь иногда выстреливают вот такие вот работы. И под таким ракурсом, что они буквально сверкают и новыми гранями. Хочется только сказать, что с этой стороны мы вынули с наших запасников Наталью Сопину. Она из Чехословакии. Ну, изображена София. Софиевская крепость. И, конечно, все эти работы вы сможете рассмотреть более подробно и более интересно, когда у нас будет здесь фуршетная часть. Пока я хочу только сказать по проекту «Времена года». Мы тоже это обсудим с художниками. Это очень хорошее издание. Это очень хорошая вещь в том плане, что я единственный человек, галерист, который пишет ваши телефоны. Ни один галерист, нигде, ни в какой стране мира не пишет номера телефонов художников. Он пишет номера телефонов своих менеджеров. Либо свой. Потому что он на этом зарабатывает. Это вот не даст мне собрать Сергей Брайко. Это галерист с 20-летним стажем работы. Это директор нашей галерии «Ракурс». Я хочу, чтобы он несколько слов сказал, потому что год был очень успешным, очень плодовитым. И несмотря на все наши, скажем так, перипетии, и Сергея со здоровьем, и мои с хозяйством, мы все-таки смогли организоваться и провести ряд пленеров. Сережа может говорить и сидя, и стоя, как он захочет. Потому что ноги больные, в общем-то, как бы, как желание. Я буквально два слова. Действительно, моя часть работы вместе с Витой, это как раз пленерная. И несмотря на то, что мы в этом году провели всего один пленер, но он настолько качественный оказался, да, настолько все благодарны, и принимающая сторона, и пишущая сторона, что мы теперь будем, наверное, ездить туда каждый год. Да, это была Катранка. Катранка 2018. Это пленер, который положил начало новому направлению, арт-эко, или эко-арт-направление. У нас есть чудесный проект Галины Лекарева-Никицины, да, вот Виктор Пантеряев, очень много лет они арт-туризмом занимались. И мы сделали ветку похожую, только наша ветка будет, скажем так, отличаться от этой схемы тем, что мы попытаемся сделать этот проект международным в плане выезда наших художников по заповедным местам в разные страны. Это будет очень интересно и им, и нам. То есть заповедные зоны, это те маленькие зеленые острова жизни, которые, в общем-то, сохраняют нашу планету в том виде, который для нас приемлем. для нашей жизни. Хочется только сказать, что координатором проекта «Времена года», сейчас вот проекта «Зима», и вообще координатором этого проекта стала Эссела Мунтяну, которая есть своя программа. Она ведет свой авторский проект «Восход солнца». И в рамках нашего благотворительного фонда мы с удовольствием проводим эти, ну, скажем так, мосты дружбы с разными странами. Этот проект одновременно стартует как в Украине, и в Западной Украине, так и в Англии. Сейчас у него предложение из Японии, из Германии. То есть растет, скажем так, география, и вместе с тем растет желание людей к миру. Потому что мир – это главная идея, главная стезя, которая является самой достойной целью. И вот целью нашей работы является тоже территория мира. На территории нашего каменного зала нет никаких политических распрей, нет никаких языковых барьеров, искусство не имеет границ, и прекрасное тоже не имеет ни национальности, ни каких-либо политических направлений. Прекрасное все равно будет над всем. Поэтому сейчас я хочу, чтобы наши выступления, гитары наши уже готовы к бою, и пока Друид будет выяснять отношения по телефону, может быть, кто-то пригласит... У тебя гитара с собой, кстати? Нет. Ты можешь нашу гитару попробовать? Ребята, спасибо.